Самые горячие новости у моей коллеги Виолетты Соколович. Переходим к дайджесту происшествий. Выясняются подробности смертельного ДТП в Мозыре. В райцентре лоб в лоб столкнулись Лянча и Мерседес. Один человек погиб, двое пострадали. Как известно, водитель Лянча на закруглении дороги вправо не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где врезался в Мерседес-Бенц. Мужчина за рулем Лянча от полученных травм погиб на месте происшествия. Водитель и пассажир Мерседес госпитализированы. О состоянии автомобилистов не сообщается. Необходимо дождаться результатов экспертизы. Авария на М1. Женщина с сыном-подростком попали в больницу. ДТП произошло вблизи деревни Зеленый Бор Борисовского района накануне. По данным ГАИ, Ситроен двигался в направлении Минска. В салоне «Семья. Россияне». Вероятно, мужчине за рулем стало плохо. Он не справился с управлением, съехал в кювет и протаранил водопропускную трубу. В результате ДТП пассажиры мальчик 15 лет и 50-летняя женщина с полученными травмами доставлены в реанимационное отделение больницы. Известно, что парень находился на переднем пассажирском сидении и был пристегнут ремнем безопасности. А в Минске троллейбус на переходе зеркалом по голове ударил пешехода. У мужчины черепно-мозговая травма, перелом ключицы. За рулем электротранспорта была женщина, стаж вождения чуть больше года. Как пояснил пострадавший, он подошел к переходу, постоял, а затем пошел, видимо, надеясь, что троллейбус его пропустит. К слову, сам переход оборудован лежачим полицейским. Свидетелями необычного ДТП стали жители Речицы. У трактора МТЗ на ходу оторвалось заднее колесо. Сообщается, что авария произошла на пересечении улиц Сытько и Чапаева. В результате никто из участников дорожного движения не пострадал. Также ЧП на ходу, только в Минске легковая машина загорелась в движении на улице Неманской. Горел моторный отсек автомобиля Ауди 80 1988 года выпуска. Предполагаемая причина происшествия – короткое замыкание электропроводки. Продолжение следует...